Карантин, школу ходить нельзя, они почему нету компьютеров? Ну потому что их не было никогда, мы их не видели в глазах. И нечего поднимать и бунтовать народ. Чего толку-то? И что ты думаешь будет лучше? Да не будет, Света. Как было три компьютера, так и останется. Я не знаю, сколько компьютеров. Ну, как были в жуке, так и будет. Дистанционные подходы и методики разные. В каждом районе реализуют их по-своему. По ситуации, в селе Березовка домашние задания ученики приносят в магазин. Схема довольно простая. Если ты из первого класса, то тебе сюда. А если из четвертого, второго, третьего или пятого, то в соответствующие коробки. Фото этих коробок попали в сеть и сразу вызвали шквал возмущений и оскорблений в сторону местных властей и жителей. Из-за хейтеров попало и нам. Ну вот сейчас вот это выразить в каком контексте в интернете? Ну а что, что попало? Делайте все. Ну сколько можно-то? Дети, я сказала, в школу не загоняйте, маму. Да мы не дети. Вы не дети? Да, здрасте. А то, что ты загоняла у вас? Ну, сильно не разгоняйте. Светлана Тарасова, завуч Березовской СОЖ. Говорит, в селе интернет есть у 20 учеников. Они занимаются с компьютером, а остальные 100 иду к специальным пунктам. Эти коробки придумали педагоги вместе с родителями. И относятся к ним как к мере вынужденной и временной. А объясняют тему учителя по телефону. И то, если получится. Есть такие семьи, у которых даже телефонов нету обычных. Бывает один телефон на всю семье, в семье три-четыре ребенка. И приходится связь по-разному поддерживать. Очень далеко. Школа 2-3 километра от села. От центра села, знаете, где школа? Вон уж куда далеко. Та часть, которая тут живет, они сюда приносят. А те, которые там, они в магазине. Это удобно и родителям удобно. Нам-то все равно. Мы-то всегда вот. Мы учимся, конечно, но учимся. Лучше бы в школу, конечно, заходили. Я говорю, хоть бы основные предметы эти учили. Нет еще этой физкультуры какие-то, проекты. Они во втором классе у нас маленькие. А в быстром истоке привычный формат обучения сохраняют для выпускников. Их нужно подготовить к ЕГЭ. Консультации проводят только с двумя учениками за раз. И они держат дистанцию с педагогами. Но в основном здесь учатся онлайн. Для удобства детей в школе работают три компьютера. С помощью них можно скопировать домашнее задание или распечатать его. А младшеклассники учатся по старинке – тетрадками. Их техникой решили не перегружать. Однако проблемы здесь тоже есть. Первая сложность в том, что мы, учителя, привыкли все-таки общаться. Образование – это профессия, когда мы говорим с человеком, лицом к лицу. Вот это самое сложное. А теперь мы перестраиваемся и работаем с техникой. Вот это сложность. Ну и вторая сложность, конечно, трудно влиться в цифровой формат образования. Чисто технического. Много домашних задают. И вот эта напряженка с отправлениями, со всеми вот эти вот фотографии. Ну фотографии своих работ отправляешь. Самое сложное, даже не знаю, это вставать утром и делать уроки. Самоорганизация, пожалуй, самая большая проблема учеников. И, похоже, они с ней справляются. По словам педагогов, успеваемость детей повысилась. Ведь с каждым приходится заниматься индивидуально. А еще благодаря родителям. Они сейчас вовлечены в учебный процесс, как никогда. И на фоне шуток в интернете с уставшими мамами и папами в быстром истоке есть такие родители, чей режим не изменился даже с пятью детьми. У нас также подъем 7 часов, 8 часов завтрак. И я и бужу, дети в школу. И все, и все садятся за столы. Задания уже с вечера все списаны с дистанционного сайта школы. Все, они садятся за занятия. В обед я прихожу с работы, проверяю, все сделано. После обеда у нас уже идет дистанционное занятие по кружкам. У нас музыкальная школа, вокал, творческая мастерская. Что режим дистанционного обучения непростой, признает и краевой министр образования Максим Костенко. Он призывает всех участников подходить к образовательному процессу спокойно. И если ваши дети или вы не выдерживаете горы заданий, то отложите часть на завтра, предупредив классного руководителя, вместо того, чтобы злиться на глазах ребенка. Здесь нужно исходить и родителям из принципа разумности и адекватности ситуации. Главное – благополучие ребенка. Важно все-таки научиться слушать друг друга. И главное – показать этот опыт слышать друг друга, детям. Чтобы они в свое взрослое состояние несли умение решать сложные, конфликтные, напряженные, стрессовые ситуации. Конструктивно, позитивно. Уже ясно, что дистанционный режим продлится до конца этого учебного года. Так что этот экзамен достойно сдать придется всем. Надеемся, что осень дети и их родители встретят уже на школьной линейке. Никита Ермаков, Алексей Фрезин. День с толком.